Ребят, всем привет, с вами Дива, добро пожаловать на мой канал. Меня опять давно не было. Если посмотреть мои ролики за последний месяц, мне кажется, я буквально в каждом вставляю вот это вот типа... Меня давно не было, но сейчас мне реально не было давно. Практически неделю я не выпускала ролики. Не снимала еще дольше, поэтому я не сразу смогла определить, где камера, где микрофон. Сначала их перепутала местами. О, время тупышу тогда. В общем, сегодня мы посмотрим «Жабка души. 50 фактов о клипсайд и когда ждать вторую серию». Я смотрела этот мультик очень-очень давно. Это было не для реакции. Я его смотрела просто так. И то с субтитрами, по-моему, озвучки даже нету еще. Да, я смотрела с субтитрами. Если вы нашли озвучку, скиньте мне. Я посмотрю озвучку с удовольствием. Не для реакции, а просто так. Так, вот. Также я приглашаю тебя в описании, потому что там ссылочки на мой ВК и Инстаграм. Вот. Еще приглашаю тебя подписаться на канал и поставить лайкосик. Вот. А в комментариях напиши. Блин, такая половина сердечка была. А, вот вторую держи. Кстати, мне в этой штуке еще ходить минимум 3 месяца. Я такая «Уху», когда это услышала. В общем, лайкосик, подписочка, колокольчик, описание. Еще кое-что забыла очень важное. Мы с Брэдом открыли магазин игры. Сейчас там проходят большие скидки. Купив ключ за 100 рублей, ты можешь выиграть игру за 2, а может за 4000 рублей. Ссылочка находится в описании и закрепленном комментарии. Если ты хочешь поддержать мой канал не только лайком и подпиской, то можешь приобрести игру на этом сайте. Мне будет очень приятно. А если пришлешь скриншок покупки в ВК, то с меня роспись на стенке. Ну а теперь поехали. Всем привет! Вы на канале Жабка Душит. Подставить лайк и подписаться на канал. Что ж, тогда именно ты не узнаешь 50 лучших фактов о таком замечательном мультфильме, населенном самыми безумными монстрами, как Клиффсайд, о его первой пилотной серии. И стоит ли когда-нибудь ждать продолжения? Ведь пилотная серия очень сильно всем понравилась. Ну и для тех, кто не знаком с этим шоу, ссылку на русскую озвучку этого эпизода я оставлю в описании. Так что с вас лайк под этим роликом, а я начинаю. И зачем я тогда у вас ее просила? Ой, ой. Пилотная серия Клиффсайда – это, по сути, дипломная работа Лиама Виккерса. Что он сделал во время его обучения по программе анимации и цифрового искусства в Университете Южной Калифорнии. Сцена, с которой начинается пилотный эпизод, на самом деле... Прошу прощения, дипломная работа? Это из другого, более раннего проекта Лиама. Аниматика «Давай разделимся», рассказывающего о жизни Виндига, пытающихся проникнуть в летний лагерь. Ссылку на аниматик вы тоже найдете в описании. А еще именно из этой короткометражки взято еще много чего другого. Например, сами Виндига. Именно таким, общим термином, можно назвать монстров, что обитают вокруг городишка Клиффсай. Так что Диа Киллер и частично Корди, а также другие монстры, о которых вы узнаете из этого ролика, это Виндига. Мифические существа, злые духи, питающие... Почему мне Виндига напоминает что-то? Прямо что-то в голове такое. Эй! А я со своей минус-семью. Что ты такое? Никак не могу вспомнить. ...человеченкой, обитающей в северных лесах Атлантического побережья, в районах Великих Озер США. Точное же расположение городишка Клиффсай указывает на Йосемитскую долину в непосредственной близости с Йосемитским водопадом. В начале шоу население городка составляет всего 21 живое существо. Да, именно существо. И если считать, что все эти людишки лишь сильно пострадали, а не погибли, то смерть, ставшая новым шерифом, стала 22-м жителем городка, а Корди стала 23-й. В городке действует своя... А можно ли смерть считать живым существом? ...собственная валюта, называемая битами. Так вот, стоимость... Блин, что есть жизнь? Нет, как бы это... Нет, непонятно, нифига. Так, давайте не будем вдаваться в философию. ...местная газета равна двум битам. Это где-то в районе 25 центов. 15 рублей на наши деньги. И, кстати, до начала основной истории Клиффсай был населен исключительно взрослыми мужчинами и двумя несовершеннолетними. Вейлоном и Джо. Так что, похоже, наша паучиха Корди является единственной известной женщиной в городе, достигшей совершеннолетнего возраста. Такие дела. Поддерживать какую-либо видимость порядка в городке должен шериф, защищая местное население от нападок монстров. И до Вейлона было известно о двух его предшественников. Одного из них грохнули якобы бандиты, ну а до него шерифом был преподобный Констанция. Также являющийся отцом Джо и министром этого городка. И в первоначальной версии сценария преподобный должен был появиться в качестве полноценного персонажа. И очень жаль, что его убрали, ибо он должен был осуждать всех людей и заставлять тех проходить через некие таинственные испытания ведьм. Рассказчиком же всей этой истории является новый шериф Клиффсайда Вейлан, который своим рассказом стремится сломать четвертую стену. По самой распространенной теории Вейлан только строит из себя дурачка, ибо он был прошлого шерифа, а сам является Виндиго, изменившим свой облик. Да, я специально забыл упомянуть, что Виндиго могут принимать любой облик, который только захотят принять. Правда, для этого им нужен соответствующий строительный материал, ведь чтобы обратиться в камень, им нужен камень, а чтобы стать человеком, им нужно свежее мясо. Но все же у Вейлона есть якобы отец, называемый черничным Биллом. Именно эти отец и сын грабанули тот поезд, что показали в пилотной серии. Сделано это было дабы украсть некий таинственный ящик, о котором вот вообще ничего не известно. По прошлому канону, именно этот якобы батя после вскрывшейся правды о ограблении поезда подставил своего сына, чтобы того повесили. Но так как Вейлан был слишком молод, его решено было отправить в ссылку в Клиффсайд. Так что выходит, ссылка в Клиффсайд это хуже, чем просто смерть. И так что выходит, что все в курсе, что за дела творятся в этом странном городке. Но сейчас эта история, связанная с черничным Биллом, больше не считается каноном. И в дальнейшем его персонаж будет заменен другим, более интересным членом семьи Вейлона, который также будет преступником. Среди всех персонажей только у Джо, Вейлона и Корди был немного другой первоначальный дизайн. Немного более упрощенный и милый по сравнению с тем, что был продемонстрирован в пилоте. А еще, Джо это единственный персонаж, у которого установлена настоящая фамилия. Так вот, ее зовут Джо Констанс. Ну и у этой миловидной девушки в подчинении находятся сразу трое блюстителей порядка, именуемые отрядом Джо. Их зовут Дэн, Джейси и Растлин. Кстати, в пилоте показана копия Джесси, которая переходит дорогу позади смерти. И как заявил Лиам, это на самом деле другой персонаж. Правда, всего-навсего просто перекрашенный. А теперь поговорим о Корди. Как и любой монстр, она чертовски сильна, быстра, а еще она единственное существо с человеческим телом и чертами лица. Ну почти человек. Ах, когда линза слесела и такое... Фу-ху-ху-ху-ху-ху, как неприятно. ...способности Корди, показанные в пилоте, это далеко не все, на что она способна. Например, она способна отращивать утраченные конечности или менять свою форму. Корди не просто так носит платье горничной. Конечно, это выглядит очень мило, но причина совсем в другом. В количестве ее конечностей, ибо их восемь, и анимировать такое крайне проблематично и трудозатратно. А ведь вы даже не знаете, что большинство работы, связанной с рисованием задников, концептом персонажей и собственной анимацией, занимался один человек, сам Лиам. Это достойно уважения. Ну и конечно, по ранним концепт-артам Корди должна была продемонстрировать прекрасные стройные паучьи ножки, облаченные в ковбойские сапоги. На данный момент ее единственной целью... Не знаю, по-моему, так она довольно мило выглядит, даже милее, чем... ...является стать такой же, как и Вейлен, человечной. И как сообщают нам официальный источник, а также сам пилот, Вейлен вызывает у Корди не только интерес в качестве еды. Она испытывает к нему и любовь, чего только стоит этот кусь за палец. Она и Янис это два единственных персонажа за все шоу, у которых цветные сетчатки глаз. Остальные, увы, были обделены данной особенностью. А еще из-за того, что наша девочка монстр, она и Янис остаются единственными персонажами, что понимают сложный и непонятный язык смерти. Сам же Янис не простой монстр. Он не только основное транспортное средство, перевозящее самое страшное существо на свете, саму смерть. А еще он также ее друг. Так и по своей физиологии, он не какой-то простой монстр. Он это далекий предок динозавров. Точнее, птерод... Я бы не догадалась. ...дактили, что непостижимым образом удалось дожить до наших дней. Янис женщин, и она вместе с Вейн Дигой единственные персонажи с собственной музыкальной темой, которую можно прослушать на официальном ютуб канале автора. Обычно смерть представляют, как нечто облаченное в черный балахон с косой в руках, у которой нет определенного пола. Тут же все проще. Смерть у нас мужик. Его странные движения обусловлены тем, что в отличие от основной части шоу, что были анимированы в 2D, движение смерти использует 3D-анимацию. К тому же у смерти тут чуть более расширенный арсенал способностей, ведь он может управлять временем и даже обращать его вспять. Хоть этого в пилотной серии не показали, все же на одном из официальных артов смерть и Вейлон стали уже приятелями по опасному бизнесу. А еще так как это сама смерть, ее убить попросту невозможно, что делать ее единственным бессмертным персонажем в шоу. Монстры из первого источника Виндиго все-таки попали в основной пилот, немного измененными, а все по просьбе фанатов, которые попросили Лиама изменить их название стеневых существ на Виндиго. Сказав, что Янис дожил до наших с вами времен, я немного слукавил, ибо время действия основных событий шоу происходит в 1865 году. И кстати, с этим связан небольшой ляп, ибо оружие, что используют местные законники, револьверы двойного действия армии и флота, были изобретены лишь в 1892 году. К сожалению, большая часть других монстров осталась за кадром пилотного эпизода. Но не беда, сейчас я вам о них расскажу. Первым будет Арас, пес Чупакабра, что был лучшим другом Янис. Но опять же, к сожалению, мы его с вами не увидим в шоу, ибо Корди его жестоко убила. Полтергейсты, местные мстительные духи, способны не только пугать вас хлопая дверцами шкафов. В Клиффсайде они способны искажать саму реальность, чтобы свести вас с ума. Обитают они вокруг городка в большом количестве. Следующие называются негранты, монстры, что больше подходят под прообраз демонических собак. И в юном возрасте их можно даже приручить, сделав их домашними питомцами. Но вот выросшие мигранты это монстры уже совсем иного уровня. Он так мило выглядит, ну только посмотрите на этот хвостик, он как форосящий. В смысле, вот этот вот кончик. Ибо достигают просто гигантских размеров. И в холке доходят до 200 футов, 60 метров, если по-нормальному. Так что взрослые мигранты это просто ходячие горные массивы. В этом небольшом бестиарии, в котором собраны пока что немногочисленные демоны, обитающие в окрестностях городка Клиффсайд, есть и такие, о которых известно пока лишь их имя. Настолько они жуткие. Этот мертвый на живой олень с человеческими руками не даст мне соврать. А, я сначала не увидела руки, а потом так... А теперь поговорим о продолжении шоу. Точнее, о второй серии Клиффсайда. Она точно будет. Ибо в одном из интервью Лем сказала, что во втором эпизоде должен появиться новый персонаж. Наш полудемон, принцесса и ее помощницы, что прилетели в Клиффсайд на своих странных летательных аппаратах, дабы немного разнести этот городок. И чтобы этого избежать, Уэйлону нужно будет пойти на свидание с одной из этих демонических красоток. Ну и последний факт. Так когда же стоит ждать второй эпизод, который точно будет? Ответ мой таков. После выхода первого сезона Глич Тех. Новый сериал от Нетфликс, который должен выйти в начале 2020 года. Над которым также трудился и сам Лем. Что рассказывает историю главных героев, охочащихся за... Начало 2020-го уже прошло, уже как месяц начало. Уже как полтора месяца начало. Где? Сколько? 12-ое сегодня? Где? Различными глюками. На самом деле этот мульт входит в мой личный топ мультсериал, в чью премьеру я жду с ней. А, блин, после. Это же не сказано, когда. Типа, от начала 2020-го и период после. Это как бы может затянуться до конца 2020-го, так что понятно. Терпение. Впрочем, как и Клиффсайд. Спасибо большое за просмотр. Если вам понравилось, хотите больше интересных мультов с таким разбором, то просто поставьте этому ролику лайк и подписаться. Блин, я понимаю, что этому видосу месяц, а я наступила на таком пикантном моменте. Я понимаю, что этому видосу месяц и что, возможно, она вышла. Нет, не вышла. Я просто... Тихо, не крича. Чихо-чих. Отсюда я нашла русскую озвучку. Классно. Офигенно. Да, придется пересматривать, сколько он недолго идет. Ну что, ребят, спасибо огромное за просмотр. Вот. Жабки, спасибо. Жабки. Жабка душит. Жабка душит. Жабки душит. Блин, жабку душит. По сути, жабка же душит. Я сказала, как жабку душит. Типа, кардинально меняется положение дел. Вот. В общем, спасибо огромное за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, потому что это очень-очень важно. Вот. Тогда вы узнаете самыми первыми о любых видосах, моих любых видосах, которые должны выходить каждый день. Но почему-то по какой-то просто вот неведомой мне причине, это не лень, нет, ни разу это не лень. Вот. Они не выходят. Вот. Но я сейчас постараюсь немножко вернуться в график. Может быть, даже в этом месяце я проведу стрим. Может быть, даже не один. Поэтому переходи по ссылке в описании на мой твич-канал. Вот. Также на магазин игр ссылочка будет тоже в описании. Тоже можешь пройти, посмотреть. Может быть, тебе что-то в душу западет там. Ну, не знаю. Ну, мало ли. Вот. Ну, ладно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok